Когда не стало Кулипе Кончаловны, подумалось, что когда уходят такие личности, уходит целый мир, удивительный, прекрасный. И вот Кулипе Кончаловне исполнилось 100 лет. Это знаменательная дата на уровне государства, на уровне правительства. Кулипе Кончаловна была знаковой, выделяемой личностью из другого замеса, другой лепки. Даже будучи министром культуры, она никогда не выказывала свой министерский гонор, оставалась всегда простой и доступной. Она любила творчество, любила и опекала творчество, защищая от всяких ненужных вызовов. И она терпела непростой характер творческих работников, работников искусства. Терпела, потому что она их уважала и любила. Она работала по принципу, храбрость заключается в терпении, в момент опасности. Поэтому ее неординарные смелые поступки служили мирилом нашей крепости. Кулипе Кончаловна жила и работала ради искусства, за искусство, во имя искусства. И по мне она была и осталась символом духовности поколения, духовности нашего народа. В годы ее работы в Министерстве культуры она открыла дорогу многим деятелям кыргызской культуры. Взять хотя бы болото Бензилхоева. Благодаря ее авторитету удалось добиться стажировки его Ласкало в Италии. Или хотя бы взять Тургума Ацедыхова, который стал лауреатом Ленинской премии. Вообще в эти годы развивался и киноискусство Кыргызстана. Когда мы получили государственную премию СССР и стали получать поздравительные телеграммы от деятелей кино со всего Советского Союза. Мне особенно приятно и до сих пор помню приветствие, благодарствие на это, который я получил телеграмму от Александра Владимировича Кальпенина, моего профессора, учителя в Афгике. Я особо хочу сказать, что я получал от министра, от двух министров телеграммы, ну сухие слова, от Хондучала я получил письмо. Она как мать, как старший товарищ, она обратилась ко мне письмом, а не телеграммой обычной. И первую стройку говорит, дорогой моназбек. С такими словами она поздравила меня. И это такое человеческое отношение ко мне я никогда не забуду.